Пентагон ищет посредника. Американское военное ведомство заявляет, что хочет максимально ускорить поставки вооружений для Украины. Дмитрий Анопченко знает все детали. Предоставление джевелинов – крупнейший контракт с Украиной за многие годы. И связан он не только с политическим решением, но и с огромным объемом бумажной работы. Разрешение, согласование, договоры, чтобы ускорить будущие новые проекты, военные ищут теперь посредника. Компанию, которая смогла бы на постоянной основе оперативно осуществлять прямые поставки оружия для украинской армии. Это только у нас. Слово «посредник» сразу вызывает негативные ассоциации с комиссионными и откатами, тем более если речь идет о вооружениях. А в Соединенных Штатах еще в 2017-м просто в оборонном бюджете страны записали, что американское военное ведомство имеет право привлекать сторонние компании для поставок оружия союзникам. Вот Румыния недавно закупила в Штатах 7 противоракетных комплексов «Патриот». В комплекте с радарами, контрольными станциями, антеннами и силовыми установками. Вот Япония, напуганная неопределенностью в КНДР, приобрела у США 30 современнейших беспилотников «Глобал Хок» почти на полтора миллиарда долларов. Вот Саудовская Аравия попросила Вашингтон поставить ей системы, которые военные называют ТЭД – передвижные комплексы для перехвата ракет средней дальности. В Пентагоне говорят, во всех этих контрактах они задействовали посредника. И, по словам замминистра обороны США Эллен Лорд, благодаря этому сэкономили годы. Замглава Пентагона признала, что американское оборонное ведомство, как она сказала, держит фокус на Украине. И намерена максимально упростить и ускорить поставки оружия нашей стране. А это значит, что самых факт все здесь считают делом уже решенным. Тем более, что и в проекте оборонного бюджета Америки на 2019-й предварительно записано, что Украина должна получить 250 миллионов долларов военной помощи, в том числе 50 миллионов долларов на летальное вооружение. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.